Всем привет! Сегодня у нас видео новости турецкие. Что же у нас интересного произошло? В общем, вы могли видеть, в новостях на ютубе я делала такой пост, писала о том, что как появятся у нас после 1 марта какие-то изменения, послабления в карантине. Я сниму видео новостей, и вот оно, значит, что-то произошло. Итак, давайте приступим сразу, незамедлительно, какие условия у нас стали немножко нас открывать. Мы вздохнули чуть-чуть, буквально грудью. Какое это счастье! 1 марта по всем главным новостям. Турция вечером, где-то в 7 вечера, пошла такая красная hotline, горячая линия новостей о том, что очень многие запреты, карантин у нас дает послабление, и очень многое снимается. Конечно, все вот с такими глазами, как всегда это в Турции бывает, это как бы неожиданно. Мы как бы знали, что да, окей, после 1 числа будут какие-то там, может быть, новости, что-то нам скажут. Но черт побери, что вечером в понедельник тебе говорят о том, что, например, завтра утром твой ребенок идет в школу. Как бы, камон, у тебя пару часиков, вообще, что? Но это было довольно-таки непредсказуемые новости, удивлены были все, или там, завтра открываются рестораны, вы можете выходить на работу, завтра с утра в 8 вечера. У меня реально была мысль, где люди будут заказывать продукты для того, чтобы готовить, где брать, блин, персонал, который разъехался, уволился, очень многие. Все вообще изменилось в этой сфере общепита. Просто я нереально трудно представить, как директора, управленцы такого бизнеса, в каком они в шоке вообще были 1 числа вечером, когда на утро им уже сказали, все, вы можете выходить на работу. Но давайте поподробнее обо всем степ-бай-степ. Собственно, суть какая? Турция пошла по уже опроверенному такому формату поведения, выхода из карантина, которое было в Европе в первую волну. То есть год назад, как из летом, выходили из карантина, то есть Турцию поделили на зоны. Желтая, оранжевая и красная зона по степени опасности заражения, активности новых больных, новых кейсов дел. В общем, какая зона является более безопасной, какая более красная, либо там оранжевый цвет в основном присутствует, но есть еще и красные зоны. Красные зоны опасности это Измир, Истамбул, там самая высокая зона поражения, заражения вирусом. Ой, что могу отметить по этому поводу? Тут не все, скажем так, ясно и понятно. То есть, если зона вообще без, скажем так, зеленых там практически у нас нет, ну, желтая зона, назовем в кавычках зеленая, да, то есть свободно, очень мало зараженных людей, фактически там все уже выходят, в полную меру живут. Все возвращается, как было раньше, но маски на лице у нас все равно всегда в обществе остаются, все равно их в общественных местах и на улице, в публичных местах носить нужно. Если вы в зоне оранжевой, то там правила такие, скажем, ну, такие более-менее, не такие, под такие большие послабления идут, какие-то запреты остаются. Если вы в красной зоне, как мы, живем, то по сути, по правилам, как изначальных объясняли нам, да, тогда вообще вы как бы в обломе остаетесь, вам мало что разрешается. Но 2-го числа, на следующий день, когда говорили, что рестораны, например, откроются с утра до 7 вечера, нам открыли рестораны, общепиты, рестораны, кафе, чай, бахчи, все вообще питейные, идейные заведения, они работают до 7 вечера, не позже. Но при этом в красных зонах якобы они открываться не будут, но нифига, на следующий день в Стамбуле в 9 утра еще я видела до открытия к 10, Starbucks разматывал все свои там стулья. Уже 2, они раньше даже открылись, настолько они были рады своим клиентам. Кафе, какие, я не знаю, как они успели, кто, рестораны заказать еду, или на кто вообще капитально без пакет-сервиса вообще не работали, закрытые, замороженные, скажем тогда, производства вообще, они тоже открылись, они стали людей кормить. То есть у нас все рестораны все равно открылись. И вот эта дележка на желтые, оранжевые, красные зоны, лично в моем понимании оказалась такая, ну, я не знаю даже какое слово подобрать, образная, что ли, да, то есть. Почему-то вообще пить, и за это не цепляются рестораны открыли, хотя мы в красной зоне. Окей, never mind. Короче говоря, рестораны, как вы поняли, нам открыли до 7 вечера, по всей стране они. Выходные, теперь у нас суббота свободный день, воскресенье так остается комендантским днем, то есть мы ходим в магазин до 5 вечера, покупаем продукты, заведения, только какие дни, что не работает, только рестораны на пакет с собой вынес еды, и работают аптеки, и больницы, и ветеринарные клиники, то есть там парикмахерские салоны красоты, шоппинг-центры и так далее, ничего не работает. Общепить и все такое, до 5 часов или в магазин и продукт купить. Но сидеть в кафешках нельзя. А субботу обычно типа день кафе и рестораны будут работать, торговые центры, парикмахерские, все-все такое прочее. Честно скажу, что, ну, и когда ты закрытый, сидишь в темнице сырой, хочется продолжить, да, но все равно, конечно, и такое за радость, учитывая, что у меня уже, честно, последнее время, ну, не депрессуха, но такое угнетенное состояние было. Когда ты 4 месяца, как день сурка у тебя, каждый день, будни и выходные, вот уже вот здесь это все сидело, уже пришло, уже надо было это все открывать, потому что уже там до нервных срывов у людей уже могло дойти, я в том числе. Так вот, далее школы вернулись у нас, но в красной зоне возвращаются на учебу младшие классы и старшие выпускные классы, но они ходят в школу 2 раза в неделю. То есть, один день, например, в понедельник идут только малолетки, самые маленькие, на следующий день старшеклассники, то есть, они между собой не встречаются. Средние классы, они остаются на удаленке. Если маленькая степень поражения вирусом, то есть, вы в желтой зоне живете, например, то там вроде бы как и средние классы выходят. То есть, делегировали полномочия на вот это зонирование по цветам опасности и, по сути, на местах уже решают по статистике, как открываются. Ну, я думаю, так как вы живете где-то за границей, в основном, кто меня смотрит, вам вот эти моменты, когда там дети в какой зоне в школу идут, вам это не важно. Это в основном важно для тех, кто в Турции и здесь проживает, но кто в крупных городах, в которых опасно заразиться, вот по 2 раза в неделю. Ну, хотя бы что-то, какая-то социализация у детей остается и на том, как говорится, спасибо, это хорошо, они контактируют между собой, общаются, что им очень нужно. Что еще из правил, да? Теперь можно спокойно пользоваться общественным транспортом и взрослым, и детям. У нас же были ограничения после 65 лет АА и до 20 АА, или только там с родителями. Но при этом сейчас нет ограничения по возрасту выходить на улицу с утра до вечера, тусуй, сидел, что хочешь на улице. Хэскод, я вам про это раньше говорила, это такой электронном виде баркод, либо номер ты вводишь его при входе в торговые центры, какие-то публичные места. И хэскод привязывается к транспортной карте. И что это такое хэскод? Это такая общая база, сайт, где надо зарегистрироваться иностранцам, кто здесь живет, как бы иностранцам, я имею в виду и гражданам Турции. Тебе дается индивидуальный код, если в общественном месте возле тебя где-то была вспышка, кто-то заболел, попал в больницу, и тебе придется смс, что такого-то числа вы были там-то, например, в ТЦ зашли, да, и там возле вас был заражен, то есть имейте в виду, чтобы вы отслеживали или там на момент карантина и так далее. Так что эти хэскоды у нас до сих пор остаются, но годность хэскода до 30 марта. Продлятся они потом или нет, неизвестно, об этом вообще я ничего не слышала, и мне кажется, не будут продлевать, мое мнение, да, потому что если все страна и туристы представляют, не только жители страны, многие-многие в Стамбуле, там, в общем, туристы, да, кто здесь постоянно даже живут или на какое-то время приезжают, чтобы зайти в ТЦ там, или там при ТЦ какой-то магазин, вам это показывать надо, все равно все регистрируются, если в один момент 30-го числа все будут регистрироваться, эта система просто вся накроется от перезагрузки, это нереально будет сделать, поэтому мое личное мнение, сейчас потихоньку будут открывать в течение марта, смотреть статистику, я думаю, что хэскоды, скорее всего, уберут к концу марта, но они просто не нужны будут, ну и в принципе, сейчас уже все тут свободно, как бы, окей. По поводу вообще эмоций, люди, конечно, все счастливы, и в первый день, 2 марта, и первый день открытия, все ломанули просто, и в торговые центры, и в магазины, и в кафе, хоть где-то, такое было, вот в Стамбуле, я говорю, да, где я была, в Старбаксе нет свободного места сесть, просто их нет, еще плюсы в Старбаксе открыли, что они отодрали вот эти ограничения по полтора метра социальной дистанции, не знаю, как бы, я не слышала информацию, чтобы снимали эти ограничения, ну, в принципе, социальная дистанция здесь вообще, в принципе, подразумевается, и люди это и соблюдают, или, собственно говоря, человек неприятен, где-то там ты в очереди, так-так, дружище, социальная дистанция, ничего не подходите, да, то есть люди сами как-то это регулируют, но вот эти наклейки, блин, поотрывали, не знаю, с чем это связано, может, Старбакс не так что-то понял. Что еще? Конечно, все там рестораны давай намывать все, готовиться к открытию, заказывать продукты в ресторан, которые я люблю, наших знакомых, тут возле моего дома, они быстрее вызвали поваров, они давай десерты готовят, чтобы сладости были, вот этот, как это назвать, кондитерку, короче, да, всю, что в ресторане можно прийти заказать, я не представляю, какой вал был заказов по продуктам питания в ресторанной поставке, то есть в один момент вот так щелк, и вся эта система снова зажила и запустилась в работу. Ресторан один у нас, тоже наших знакомых возле дома, он открылся, я не знаю, где они брали продукты, потому что вот в 8 утра я шла, они намывали еще полы, где-то в 10 они уже, я видела, кто-то сидел кофеек попивал, первые такие посетители были, ну, окей, где-то они там, не знаю, продукты эти успели заказать, именно такую, я не представляю, чем мне вообще клиентов просто кормили, понимаете, это был пустой ресторан, там ничего не было, кроме заряженной кофемашины, ну, и алкоголя какого-то, у них бар есть, и все такое прочее, ну, продуктов там не было, это 100%, потому что я с ними разговаривала, а в обед уже я иду мимо, и я вижу, что там сесть негде, а вечером была очередь в кафе, чтобы присесть в этом ресторане, ели просто все, никто дома в тот день не хотел питаться, то есть все наскучались настолько, что просто жесть. Естественно, на ближайшую субботу, когда вы смотрите это видео, это будет эта суббота, все просто уже, у меня подружка, я пойду делать ногти, а у меня, я с мужем, так, говорю, надо дочку отвезти к парикмахеру, у нас проблема была до парикмахера добраться, тут выходной, мы обычно выходной день ходили, нам волосы подстричь, и у всех сразу так, я иду туда, я такая, я через какое-то время, не в эту субботу, а через, мне такая, так, надо записаться к косметологу, потому что мне в субботу удобнее съездить, и, в общем, короче, такие нюансы, все, конечно, зажили вот этой какой-то социально активной жизнью сразу, дорвались, что называется, так что посмотрим, что будет, повлияет ли это на какую-то вспышку заражения и так далее или нет, вот такие сейчас, это самая главная тема обсуждений здесь в Турции. У меня был вопрос под тем постом, что, типа, а почему Турции, типа, я ждала, что 1 марта отменят обязательный тест на въезд, да, ПЦР в Турцию, я вообще не слышала, чтобы обещали отменять ПЦР-тест на въезд, вообще он сейчас во всем мире, я думаю, это будет самая, вообще, последняя мера во всем мире, тесты ПЦР на въезд в страну какую-то для путешествия вашего. Что у нас здесь касаемо, в аэропорту в Стамбуле тесты делают, сроки, цены я не знаю, я там не была, да, лично, но в больнице, я еще раз напомню, я до этого вроде где-то уже говорила в других новостях Турции, что в частной клинике любой человек может, в принципе, прийти, тестирование сделать, тест стоит в районе 2-3 тысяч рублей, есть мазком, есть общую кровь из вены берут, готовятся 2-2,5 часа на сайте, либо тут же в кабинете, там вы можете подождать в лаборатории, забрать свой тест, если вы там выезжаете, например, из Стамбула, откуда из Турции планируете, вот в Стамбуле такая ситуация, вы можете прийти в любую частную клинику, просто с паспортом своим туристам, но цена, скорее всего, у вас другая будет, не 200-300 лир, а подороже, потому что со страховкой моей стоимость такая была, но в принципе, короче, сделать, если у вас есть деньги, вы можете, очереди нет, ждать долго не надо, 2-2,5 часа, онлайн вариант вам теста, пожалуйста, на сайте, или вам распечатают тут же, как хотите. По поводу погоды в Стамбуле, ну такая погода, весна немножко чувствуется, в дни, когда нет дождей, не пасмурно, температура на солнце хорошо припекает, я-то пару раз уже даже в футболке в парке книжку читала, на лавочке, но без солнца, конечно, холодно, и вообще на этой неделе у нас были дожди, а с дождем ночью у нас ноль, знаете, такая погода, вот как в Новосибирске, в Сибири, у нас это майская погода, апрель-май, то есть ночью еще холодно, ноль, там минус 1-2, когда подмерзают лужи, а днем солнце, ты уже ходишь без шапки, солнышко припекает, вот такая погода, утром реально холодно, пара за рта, а в обед уже в тоненькой куртке можешь ходить, так что, ну такая себе погода, я поэтому, кто поедет на фестиваль тюльпанов или что-то в ближайшее время, в апреле, в мае в Стамбул, советую смотреть просто прогноз погоды, из этого делать выводы, предсказать это трудно, какую вам одежду брать, от погоды будет зависеть, нет такого стандарта, вот, например, в мае мы все уже ходим в футболках, куртка вам не пригодится, да нифига, в том году, когда мы были на карантине, было просто дубак, я в зимней куртке ходила в апреле месяце, когда раньше бы такого вообще предсказать невозможно было. Турция сейчас готовится к туристическому сезону активно, поэтому в течение марта будет послабление, будет все открываться, посмотрим, что у нас будет по туризму, но одно скажу, что чартеры, отели тоже готовятся к открытию, чартеры уже в очереди стоят, и, по сути, туры уже, кстати, продаются на май месяц, на майские праздники, вот такие новости здесь, то есть, по сути, как в том году, мы готовы преднимать туристов, как я поняла, Турция сейчас к этому активно идет. А еще хочу напомнить вам, может, вы видели новости, здесь тоже эта тема сейчас обсуждается, напоследок скажу, что Евросоюз вводит такой, типа, прививочный паспорт, это не то, чтобы, если у тебя нет прививки, ты в этом паспорте не отмечен, и ты не можешь куда-то ехать, тебе запрет, это же, получается, ну, как бы недемократично, это дискриминация, это нет какой-то свободы выбора, но на туристический сезон они планируют, и уже ввели, по сути, да, политических решений на эту тему нет, но они ввели такое правило, это будет, ну, вроде как, необязательно, но желательно, тем, короче, кто привился, у вас автоматически будет в Европе, Евросоюзе, напоминаю, заводится паспорт вот этот прививок, да, что, когда вы ставили, какую вакцину, где и так далее, и по ней, типа, туристам, кто поедет по Европе путешествовать, будут какие-то поблажки, какие поблажки, еще неизвестно, что именно, ну, типа, чтобы вы, вот это такой стимул, стимуляция того, чтобы вы прививались и так далее, но это не будет являться отсутствием такого паспорта или прививки запретом на то, чтобы вы передвигались и летали куда-то в страны европейские, сейчас это вот активно тут тоже обсуждается, потому что у нас Европа вообще-то под боком, у нас очень многие турки живут в Германии, и летом все едут либо в Германию, или из Германии сюда, в общем, этот вопрос тоже у нас обсуждается в обществе. В общем, под видео оставляю свою почту, если есть вопросы, задавайте, пишите на почту мне также, или записывайтесь ко мне на психологические консультации. С вами были новости Турции, скоро увидимся, всем пока!